Это же бред. Это бред полнейший, потому что у нас с водой всё нормально. У нас во дворе есть скважина, то есть мы водой не страдаем. А чья у вас вода? Откуда она у вас идёт? Ну, вы знаете, что такое скважина? То есть вам от Украины... Скважина, я понимаю, но от Украины вам что-то идёт? Вот все эти годы шло? Я знаю, что шла пенсия, да точно? По поводу пенсии я не знаю, потому что я не пенсионер. Ну а что-то Украина вам давала с 14-го года? Электричество, воду, что-нибудь давала? Лекарства? Нет. Ничего, да, понятно. Для меня Украина не сделала ничего в моей жизни. Даже до начала 14-го года мне Украина не помогла ничем. Алла, послушайте, ну у нас, например, вот я живу в Бостоне. Меня нельзя забрать из... Бостон нельзя отдать Англии, даже если мне Бостон ничего не дал. Если мне не нравится жить в Бостоне, я поднимаю свою чудесную пухленькую попочку и уезжаю в ту страну, где я... Ну, в Канаду, например. Если вы такая обиженная была, почему вы не уехали? Так я не была обиженная, понимаете? Я была довольна своей страной до 14-го года. И потом вы взяли бы свою пухленькую, у вас она пухленькая, нет? Нет. А зачем мне забирать свою пухленькую попу, если все осталось на своих местах? Зачем? Нет, так не бывает. Вы оккупированы. Вы оккупированы. Вы оккупированы. А вы понимаете то, что вы сами родом с Россией? Нет, нет, нет. А вы почему... Россию с какого момента называете Россией? Ну-ка, назовите, пожалуйста. Подождите, а я родом с Украины, и что? Назовите, с какого момента начинается Россия? С Донецкой области. С какого года появилась Россия? Вы говорите, я с Россией. Слушайте, я не буду с вами разговаривать о прошлом. Я буду с вами разговаривать о нынешнем. Хорошо, нынешний я. Хорошо, давайте нынешний. Вы под оккупацией. Вы уверены? Мир вас называют оккупацией. Вы уверены, что жители, которые живут в этих областях, они против России. И они живут под оккупацией. Вы в этом уверены? Послушайте, Анна, вы сейчас под оккупацией. Суджи сейчас тоже оккупированы. Суджи. Вы в этом уверены? У вас есть какое-то обращение к жителям Суджи? Вот у вас прошло... Как это? Референдум, да? Суджи сейчас тоже пойдет референдум? Вы в этом уверены, что он пройдет? Я очень много роликов видела о Суджан. А почему нет? Хорошо. Я не против. Если они будут за, я не против. Анна, послушайте меня внимательно. Смотрите. Земля под вашими ногами не принадлежит Суджанам. Земля под вашими ногами не принадлежит Дончанам. Она принадлежит Украине и России. Украине? Люди с землей не уходят. Ну, здравствуйте. Мы живем на своей земле, и она нам не принадлежит. Она принадлежит тем людям, которые живут в Суджанном. Хорошо. Давайте представим, что, например, Новосибирск сейчас выйдет в Швейцарию. Вы можете сказать, что Новосибирск переходит в Швейцарию? Можно так вот с землей? Зачем вы думаете за Новосибирск? Нет, вы доказываете, что вы правы. Я доказываю, что Новосибирск – это земля. Она не передвигается. Люди передвигаются. Люди передвигаются. Если вы хотите жить в Швейцарию, вы уезжаете в Швейцарию. Если вы хотите жить в Японии, вы едете в Японию. Хотите в Россию – в Россию. Но ваша земля под ногами, она остается в Украине. А Новосибирск остается в России. Я под моими ногами уже 10 лет живет. Я знаю. Но ваша земля под ногами 4 года была под немцами. Ну, так это было давно. И ваше время тоже будет давно, через 80 лет. Это тоже пройдет. Это будет потом. Это тоже пройдет. Я вам говорю до сейчас, до нынешнего времени. Хорошо. Оно тоже пройдет. Ваше время поменяется. Путин сдохнет. И после этого Донецк. Это будет после? Это будет скоро. Алла, это будет скоро. И что вы будете говорить ЗСУ? ЗСУ я ничего говорить не буду, потому что мне им нечего сказать. Я им ничего абсолютно говорить не буду. Терен. А у меня просто таке питание. Что такое сепаратизм? Расскажите мне, пожалуйста. Кто такие сепаратисты? А у меня таке питание. Что такое патриот Украины? Нет, нет. Вначале вы отвечаете на мои вопросы. Патриот Украины? Я хочу сказать вам. Я находюсь в Харкове, в Украине. Так вот я хочу вас запитать. Кто такой сепаратист? Ну, мне отвечают. Я же не знаю. Это ваше понятие сепаратист. У нас такого понятия нет. На России, вашей улюбленной, нема сепаратистов? Нет. Алла, послушайте, у меня просто сейчас работает скоро... Я не Алла, я Анна. Ой, извините, Анна, да. Анна, у меня работа скоро начинается, я должна закрывать эфир. Но я вам больше хочу сказать, что такие люди, как вы, называются зрадники. Они не нужны ни в одной стране. Я объясню, почему. Не обижайтесь. Просто сейчас скажу, выслушайте меня. Вы не можете взять на себя ответственность за то, что Путин начал эту СВО. Из-за вас погибают люди, которые жили в Новосибирске, в Челябинске, в Орехово-Зуево, в Курске. Понимаете? Вот сейчас война пришла в Курск. Из-за вас. Из-за вас. Вы могли бы спокойно уехать в любую страну. Все люди, вот сейчас приходят ко мне дети России, они вынуждены покидать Россию, потому что их Россия заканчивается. Она летит куда-то туда, куда молодежи не надо. Понимаете? Вы, вот такие люди, из-за чего начинается война, а потом вы будете говорить, а мы не вызвали Путина. Но это уже, знаете, репутация ваша испорчена. Вы столько беды принесли Украине и столько беды принесли россиянам, вы себе не представляете. Вы мусор и для одной, и для другой страны. Называется зрадники. У вас очень плохая, понимаете, карма. Вам сейчас нужно срочно-срочно начинать ее отмывать. Срочно-срочно. Я даже не знаю, как можно ее отмыть, но вы сейчас в эфире должны говорить, что у нас пришел промыл нам мозги мельчаков. Рассказывайте правду. Промыл нам, принес нам оружие Гиркин с российским гражданством. Нам рассказали, что Россия зашибись какая страна. Но в итоге в Донецке закончились летать самолеты. У нас больше нет аэропорта. Может быть скважины работают, но кому это нахуй скважина нужна? 21 век. У меня в Бостоне нет скважины. Представляете? У меня в Нью-Йорке не было скважины. У меня в Теннесси не было скважины. У меня во Флориде я езжу, нет скважины. Я езжу в Калифорнию, я в Аляске была, а там нет скважины. Это такой позор приходить из Донецка, из Великого Донецка, Великого, рассказывать. У меня на эфире 867 человек про скважину. Вы в Москве, в Москве расскажите про скважину. Вы в Питере расскажите про скважину. Расскажите нормальному Цюриху или там, не знаю, Женеве, что такое скважина. What the fuck? Вы расскажите, что вообще произошло, что у вас... Расскажите жизни в частном секторе. Анна, Анна, извините еще раз, третий раз назвала вас Алла. Анна, приходите еще раз. Вас, наверное, у вас не дошло до головы, но как бы... Вот в этом месте, где шея начинается, дальше идет голова, и дальше рот, потом нос, потом глаза, и там же уши. Вы меня услышали, вы меня увидели. Но здесь, где мозг, не дошло, как до жирафа. Может быть, мозг попугайчика, может быть, мозг кузнечика. Сэр, у кузнечика есть мозг, пожалуйста, скажи мне. Я думаю, что нет, оно как-то инстинктивно. Если я скажу, что россиян мозг кузнечика, украинцы не будут обижаться за кузнечиков? Я думаю, нет. Все, россияне, у этой девушки Анны, да, вот из Донецка, мозг кузнечика. И вот из-за этого мозга кузнечика началась война. Натальичка, говори, я тогда закрою эфир. Да, я просто на увазе, что вот она каже, моя земля, вот и за такой мразией, как она, началась не только война, а 4 миллиона украинцев были вымушены выехать из своего Донецка, из своего Луганского. Это огромный горб, да. Вот всем этим зрадникам нужно приделать горб, просто реально, чтобы у них искривление было, чтобы они сходили, вот как вот горбуны, чтобы это было видно, что я зрадник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...